Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной крипто-обзор. Меня зовут Роман Шкодер, специально для компании Amarkets. Значит, что у нас сейчас по инструментам? Сейчас мы, ребята, рассмотрим в начале BTC. У нас все-таки цена не смогла пройти нижнюю границу. Сейчас стоит в консолидации в зоне 2400-18400 зажатый инструмент. Я думаю, что в ближайшее время мы должны куда-то выйти. Посмотрим этот момент. Значит, вот у нас была консолидация. Сейчас вот пытаются пробить 2400. Пока не уничал с успехом этот момент, потому что у нас и S&P там падал и так далее. Но пока, пока удерживают этот уровень. Если ребят пойдет вниз, то тогда можем увидеть спокойно там и 14, может даже 12 тысяч, если пробьют 17700. Ну и с продолжением, конечно. Но всегда, когда цена даже будет двигаться вниз так сильно, то должны начали сходить на вершину, нарисовать красивую картинку и потом уже дальше падать. Думаю, что ну или вначале сходить вниз, а потом с резким выкупом. То есть, если у нас 2400 будет пробит, уровень вот здесь вот находится. Сейчас я вот здесь тоже нарисую. Значит, вот у нас 2400. Вот он, да. Если пробьют и будет закрепление с продолжением дальше, тогда можем увидеть рост. Значит, по S&P, ребят, у нас по S&P, было такая момент уже, что будет падение, но вы купили обратно. Вот этот вот уровень, да, 3650. И сейчас вот у нас, думаю, к этой точке может быть движение. Вот от линии сопротивления. Эта зона где-то 3 900-4 тысячи долларов. Что у нас касается эфира. Эфир у нас немного сильнее сейчас, да, но все-таки тоже. Видите, зажат 3, то есть 1360, уже 3. Думаешь, эфир будет стоить по 3, но когда-то будет, конечно. И 1250. Вот у нас такой тут диапазон узкий, да, зеркальный уровень протестировался. Если пробивают нижнюю границу, идем где-то в зону 1000 долларов. 900-1000 долларов. Вот у нас тут такая поддержка, да, если будет продолжение движения вниз. Пока по эфиру стоят на месте уже достаточно длительный промежуток. Уже почти месяц скоро, там, через чуть больше, через 10 дней будет месяц, как цена стоит в этом диапазоне. Но это тоже хорошо всегда с каких-то консолидаций происходят сильные движения. По АДИ пытаются пробить нижнюю границу, там 42, 40-42 копейки, вот на 40-40, там 40-41 копейка. Если провалят вниз, ну, такое поджатие. Ну, я думаю, что вначале должен быть прострел вначале наверх. Потом, возможно, цена уйдет вниз. Посмотрим. Если брать, ребят, стоп за лоу за 0.41, если брать в лонг только со стопом в этих точках. Дальше Dash. Dash я бы пока не лез, тут активность маленькая, нету объема, поэтому пока в Dash можно подождать. Вот Solana. Мы, кстати, ребят, Solana сидим со стопом. Стоп у нас 31.6, вот сюда вот стоп спрятан, за вот эту консолидацию. И тут также Solana держит вот 34, там 34 с половиной. Но 34 на дневке не пробивается вообще ни разу. Посмотрите, все закрытия ниже. Вот уровень проведен здесь. Если пройдут, идем на 38, там 42 и 48. Посмотрим, как будет дальше. Первая цель, там 38 долларов, 38-39. Вот точка, с которой было снижение. Тоже в консолидации очень долго уже здесь консолидируется. Если пойдут на снижение, то реально наверх может быть хорошее движение. Если вниз, пробиваю дверь 31, идем там на 26 и дальше там уже 20 долларов. По 20 долларов, Solana, ребята, буду брать много, если будет. Лайткоин. Лайткоин тут 50, 51, 51 с половиной приблизительно. Плюс 08 даже вот так можно взять. И тут вверху 55. 51, 55. Ну с 55 можно пробовать и шортить. Со стопом где-то 56. За вот эту свечку он заставит. 56 где-то и 3. И там уже ждать снижение в зоне там 50, 48. Ну небольшой такой стопец. Дот. Дот, ребят, в нижней границе находится. Я тут тоже его смотрю. Там 5,96 поддержка сильная. Ну и тут уровень 6,20 тоже есть. И зажат, вот он тоже не пробивает, за 6,5. 6,5 все время держит. Если пройдут, идем там на 7,5. Возможно даже 9,5. Посмотрим. То есть Дот неплохо стоит. Тоже поджали. Падал много. То есть вон там у нас была раньше стоимость сколько по дот. На 50, там сколько, 54 доллара почти минус 90%. Это много для такого сильного и волатильного инструмента. То есть денег там достаточно в нем. По EOS был откат. Протестировали зеркальный уровень. Вон он этот зеркальный уровень. Видите, вот четко ударили хвостом. И сейчас смотрим, что будет дальше по EOS. Сейчас у нас там он стоит ниже 1,20. И есть, конечно, возможность, наверное, вероятность пойти там на 1,09-1 доллар. Посмотрим. По EOS пока здесь, ребят, ну для лонга непонятно. Для шорта надо брать, если выше там где-то по 1,2. Хотя бы чтоб стол спрятать за 1,23. TRX. TRX, кстати, сильнее рынка, ребят. Он и был сильнее рынка. Как бы пока стоит на месте. Ну здесь заходить я даже не могу. сказать, потому что тут распилы в разные стороны. И вот 0,07. И тут где-то 0,0. Вот здесь вот уровень тоже где-то, наверное, вот здесь будет. 0,053 и 0,047. Вот такие у нас уровни. Ну пока TRX, конечно, в таком внутри диапазона я бы не лез бы сюда. По люмену, по люмену, что у нас здесь на часовике. Часовик тоже такой себе, конечно, по люмену. Тоже туда-сюда, посмотрите, пила прям. То вниз, то вверх. Ну с каждого отката, конечно, когда где-то сильно падает, можно брать лонг. С каждого роста можно брать шорт. Посмотрите, просто падение, лонг, потом движение. Потом сильный рост, остановились, шорт. Опять же, опять остановились на падение, лонг и так далее. То есть сейчас, конечно, это шорт. То есть шортом на 0,12. Стоп можно поставить за 0,12.2. Вот сюда вот. И пробовать, конечно, брать движение с целью где-то вот сюда. Где-то, ну, может быть, 0,1. То есть 10 копеек цель будет. Поэтому тоже туда-сюда люмен носят. Рипл. Рипл, ребята, был сильнее. Рипл был сильнее рынка. Сейчас подошел к 0,52. Был ложный пробой. Поджимают уровень. Если пройдут 0,52, думаю, может быть хорошее движение. 0,52, вот зеркалка тут. 0,52, с половиной. Если взять 0,2, с половиной. Дальше идем на 0, там 89. Если пойдет. Будем смотреть. Рипл, видите, пробили нисходящую линию тренда. Конечно, не отсюда. Мы рисовали, потому что это 17 года. Рисовали вот раньше. Видите, вот. Нисходящую линию тренда пробили, стоят выше. Ну, посмотрим. Не всегда оно пробивает. Если рынок не будет идти, я не думаю, что рипл сам против рынка пойдет. Может быть, все. Но я не думаю, что рипл там сам прям улетит куда-то сильно. Может он сходить. Конечно, он не ходил тогда, когда был рост рынка. То есть он там дал. Все, тут два года стояли, 7 иксов всего вырос был. Поэтому рипл неплохо. Я в нем уже давно сижу. Буду держать. Первая цель 2 доллара. Ну, это глобально имею ввиду. Поэтому рипл смотрим. Может быть интересно. Если смогут пробить 0,52, с половиной. Дальше тезос. Тезос поджали, кстати. Да тут тоже можно рассмотреть. Со стопом ниже 1,34, если не ошибаюсь. Посмотрим. 1,34 и с половиной. Вот сюда вот. Если брать лон, да. И с целью там 1,96. Если смогут. Но если пробьют, тогда 1,19. Но если 1,19 проваливают, то там, конечно, можно далеко падать. Даже тут графика нет. Ну, там, наверное, 1 доллар и так далее. И BNB у нас остался. BNB, ребята, ну сильно смотрится. Тут вопросов нет. Хотя подошел к верхней границе вот этой. Видите? Верхняя граница разворота. Тут не сильный прям уровень. Но один раз к нему разворачивали. Здесь что-то было. И раньше уже там непонятно. Очень давно. Посмотрим сейчас, что у нас тут. Какие-то уровни есть еще? Нет, нету. Значит, BNB. Можно пробовать, если что, шорт со стопом выше там 300. Где-то здесь 296. Ну, пойдя поджимает. Надо подождать. Конечно, лучше вложный провод какой-то дали. Потом шорт. Потому что пока он так. Если биток, конечно пойдет, то потянут. Если нет, то тогда можно пробовать шортом с целью там 255-270. Если наверх пробьют 300, то 336. Ближайший уровень. Классный уровень 336. Очень хороший. Ну, я думаю, что в любом случае так разворота тоже не бывает. Думаю, что еще раз сюда должны сходить в эту зону. А там посмотрим. Ну, если, конечно, биток не потянут вниз, то, наверное, BNB не пойдет. Сильнее смотрится. Биток там падал. BNB вообще просто на месте стоит. Вот так, ребята, в двух словах у нас. Можете переходить по ссылкам ниже и открывать счета в компанию Маркетс. Интересно, достаточно хорошие графики, хорошая волатильность, нормальная платформа. То есть, можно оставлять стоп и теки и так далее. То есть, есть хорошие условия здесь для работы. Даже с криптой. И также можно торговать и другие индексы и фьючерсы и форекс, пары. Поэтому, ребята, всем отличного дня, хорошего настроения и прибыльных сделок. Всем пока.